Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы будем изучать 14 главу Евангелия от Луки. И первую цитату, которую я хотел бы прочитать, это цитата святителя Григория Твоеслова, Папы Римского, который писал следующее. Возлюбленнейшие братья, между наслаждениями плоти и души различие состоит в том, что телесные наслаждения возбуждают к себе сильные пожелания, когда их нет. А когда их вкусят, тот час по удовлетворению делаются отвратительными для вкусившего. Напротив же, духовные наслаждения бывают отвратительны, когда их не имеют. А когда имеются, тогда бывают желательны. И тем более возбуждают жадву, жажду в наслаждающемся ими. Чем более наслаждают жаждущего. В тех лакомится аппетит, а не нравится опыт. В этих аппетит мал, но опыт весьма лаком. В тех аппетит рождает насыщение, а насыщение – отвращение. А в этих аппетит рождает насыщение, а насыщение – аппетит. Ибо духовные наслаждения умножают в душе желание, когда удовлетворяют ей, потому что чем более чувствуется их вкус, тем более познается то, что жадно должно быть любимо. Святитель Григорий обратил внимание на очень интересную вещь. Например, человек какое-то время не вкушал пищу, и ему хочется как следует поесть. Но насытившись, он чувствует уже усталость от количества съеденного. Но если вопрос касается духовной пищи, чтения Писания, духовные беседы, то чем больше мы получаем, тем более аппетит возрастает в нашей жизни. Таким образом, как раз можно определить, что все чувственные блага, они конечны. А все блага нечувственные, духовные, они имеют природу бесконечную и влекут нас все к большим и к большим благам, открывая перед нами все новые и новые горизонты. Поэтому каждая духовная беседа, да что каждая духовная беседа, каждое новое прочтение Библии приносит нам новые благословения, открываются новые горизонты, новые познания. Некогда отец Даниил Сысоев, в блаженной памяти, он вел в своей общине такой порядок, что за время Великого Поста прочитывали целиком Библию. Сам он старался два раза прочитать Библию за время Великого Поста. Сейчас эта традиция распространилась в разных других храмах. И появилось уже несколько общин, которые регулярно читают Библию от начала до конца. Никто ни за кем не следит, никто ни перед кем не отчитывается, но каждый, кто берет на себя такой подвиг, всякий раз, читая книгу, которую он читал уже ранее, он чувствует, как будто он читает что-то совершенно новое. И хотя главы Евангелия очень часто перекликаются перед собою, по смыслу особенно, особенно в синаптических Евангелиях. Это Евангелие от Матфея, Марка и Луки. Но каждая новая глава, каждая новая тема сообщает нам что-то дополнительное, о чем мы ранее с вами даже и не слышали. И первый вопрос, который мы рассмотрим в 14 главе Евангелия от Луки, можно ли нарушать религиозные праздники и как Бог относится к праздникам ради самих праздников. И мы читаем об этом следующее. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских, вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. Надо сказать, что начальники фарисейских жили, как правило, в Иерусалиме. Поэтому мы можем предположить, что это событие происходило там. И они наблюдали за ними, то есть сами фарисеи, которые пригласили его. И вот предстал пред Него человек, страждущий водяной болезнью. По всему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчали. И прикоснувшись, исцелил его и отпустил. При сём сказал им, если у кого из вас осёл или вол упадёт в колодец, не то час ли вытащат его и в субботу? И не могли отвечать ему на это. Конечно, это очень хорошо, когда мы готовимся к празднику. И суббота – это был памятник миротворения. Таковой суббота остаётся и для нас, православных христиан, днём напоминания о том, что шесть дней Бог творил мир, а седьмой почил от всех дел своих. И в память об этом православной традиции суббота не считается постным днём. Любой праздник должен возвысить верующего человека над серыми буднями и сообщить ему некие духовные темы, настроения, которые должны дать ему новый импульс к духовному росту. Но в Библии Бог иногда говорит о том, что Он ненавидит наши религиозные праздники, причём посвящённые Ему. Так в книге пророка Исаия, 1 глава, 12-13 стих, мы находим такие слова. «Когда вы приходите являться пред лице моё, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, то есть кождение. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть беззакония и празднования». Вот в каком случае Господь не принимает наши религиозные праздники, хотя они посвящены Ему. Вот в каком случае такие праздники будут в тягость к Господу, когда празднование будет соединено с беззаконием. А здесь вопрос касался человека, который страдал от водяной болезни, его тело было раздуто, он с трудом передвигался, как диабетчик. Я знаю, насколько это тяжело, когда и ешь мало, а всё равно вес набирается, а если чуть поменьше скушал, теряешь сознание. Это как замкнутый круг. И разве это был праздник для этого больного водянки каждая суббота? Ведь смысл этого слова – шаббат, покой. Разве пребывают в покое больные, которые наполняют наши храмы, если мы не вымаливаем для них здоровье, если мы не вымаливаем для них исцеление от Бога. Святитель Иоанн Златоуст в своих гамильях на пророка Исаию пишет «Отсюда видно, что жертвы были установлены не сами для себя, а для того, чтобы они служили им, иудеям, руководством к другой последующей жизни. Но так как иудеи, пренебрегая существенно необходимым, занимались ими, то Бог говорит, что Он не принимает их». То есть для иудеев жертвенные обряды были ради самих жертвенных обрядов. Это всё равно, что человек ставит свечку не для того, чтобы нравственно и морально пламенеть перед Богом. И как свеча сгорает от начала до конца, так и самому в любви перед Богом и ближним сгорать до конца от начала, оставит свечку ради свечки. И думает, чем больше свечей поставлю, тем лучше. В глазах Бога это мерзость. Мерзостью может оказаться и великий праздник. Если расталкивая друг друга, мы пытаемся как можно скорее нахватать святой воды богоявленской и распихивая локтями ближних, братьев и сестёр, рвёмся к благодатному источнику. Даже таинство святого причастия представляет серьёзную опасность для тех людей, которые причащаются ради причастия, не рассуждая ни о страданиях Иисуса Христа, ни о том, какие нравственные выводы мы можем сделать из этого таинства. Об этом пишет апостол Павел 1 Коринфянам 11 глава 27-30 стих «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьёт от чаши сей. Ибо кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, не рассуждая о теле Господне. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Оказывается, таинство жизни святое причастие нас причащают в оставлении грехов и в жизнь вечную. Оказывается, таинство жизни может оказаться таинство смерти. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Когда человек воспринимает таинство ради самого таинства и не делает какие-то необходимые нравственные выборы из тех ритуальных действий, которые соединены с тем или иным таинством церкви. И следующая тема по 14 главе Евангелия от Луки называется «Всякий, кто себя сам возвышает, будет унижен». Кто-то может подумать, обычно человек возвышает себя перед другими. На самом деле все намного хуже. очень часто люди возвышают себя сами перед собою. Ну, а как ты, простой человек, возвысишься перед другими? Например, они лучше тебя одеваются, они раньше тебя приходят в храм, они позже тебя уходят из храма. Ну, обувь, что ли, на каблуках оденешь, чтобы повыше стать. А возвышение над самим собою – это когда человек думает о себе значительно лучше, чем о других людях. И, конечно же, печально, когда реально начинают возвышаться друг перед другом. Не только каждый перед собою, но и друг перед другом. И мы об этом читаем в 14-й главе Евангелия от Луки 7-го стиха по 11-й. Замечая же, как званные выбирали первые места, сказал им притчу. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы ни случилось, кто из ванных им почетнее тебя, и звавший тебя, и его подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место, но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Вот, к сожалению, даже многие церковные соборы, церковные соборы затягивали начало своей работы только по одному вопросу, кто за кем должен сидеть. Кто должен сидеть справа от Константинопольского патриарха, кто слева, кто дальше, кто ближе, каких посадим слева, каких посадим справа, иногда в древности годами решали только этот один вопрос. Не переходя к насущным вопросам, ради которых собирались на церковные соборы. Но это было и среди апостолов, когда они спорили друг с другом, кто из них больше. И Христос досадой говорил им, точнее, о них. князья господствуют над ними. То есть то общество, в котором мы живем, оно пронизано вот этим цензом. Кто за кем стоит, кто за кем сидит, а мы не от мира сего. Сказано, не сообразуйтесь веком с ним. У нас другое отношение, у нас другая логика, у нас последний, первый, первый, последний. Кто хочет быть первым, да будет всем слугою. И в этом смысле мы, христиане, должны принципиально отличаться от других людей. Если дух фарисейства, саддукейства закваска иродово проникли в христианскую общину, то это наша беда, и мы должны начать дело исправления христианского мира самого себя, и каждому не выпячиваться, и занимать лучше самое простое место, не претендуя на какие-то понимаешь ли привилегия. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя подойдя сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Бенедикт Нурийский, основатель западного монашества, писал, Отсюда, если хотите достигнуть самых последних вершин смирения и скоро взойти на ту небесную высоту, на которой восходят смирением в настоящей жизни, делами нашего восхождения надобно воздвигнуть ту лестницу, которую во сне видел Иаков, и по которой восходящими и нисходящими виделись ему ангелы Божьи. Не другое, что, без сомнения, надо разуметь под восхождением и нисхождением, как то, что возношением нисходят и смирением восходят. Сама же восходящая лестница есть жизнь наша в всем веке, которая ради смирения сердца воздвигается Господом до небес, а боками всей лестницы назовем наше тело и душу, на каковых боках Слово Божие утвердило разумные ступени степени смирения или самоумершивления, порабощения плоти для нашего восхождения горя. Бенедикт Бенедикт Нурийский Бенедикт Нурийский это был основатель известной итальйской обители Монте-Кассино, который даже составил лестницу лестницу действий как надо мыслить о себе, чтобы уйти от гордыни ко смирению. И когда он обучал своих молодых монахов, он как раз являл им примеры смирения, с чего надо начинать, а начинать всегда надо с чисто оказывается бытовых вопросов, чисто бытовых вопросов. Мне рассказывали, что когда в советское время многие сидели в сталинских концлагерях, то был случай, сидел православный священник, а там сидели еще и свидетели Иеговы, баптисты и один хлыст христовер, который считал себя Иисусом Христом и всем говорил, что он Иисус Христос. И священник говорит, а давайте проверим, Христос он или нет. Баптисты говорят, да что проверять, и так ясно, что не Христос, но надо, чтобы ему было ясно, сказал священник. А этот священник был хроменький, он с палочкой ходил. И вот когда они за пайкой стояли в бараке с мисками, он подошел и как будто нечаянно на ногу наступил этой палкой и нажимает. Тот как закричит, что ты на мою ногу наступил? А священник говорит, ой, не заметил, не заметил. А ты что заметил? Тому неудобно стало. И для всех был урок. И действительно, мы не можем представить себе, чтобы Христос ругался в очереди, чтобы Христос за святой водой в Селамскую купель, чтобы первым нырнуть, расталкивал всех локтями. Образ Христа и Евангелия, он настолько ясный и светлый, что человек может даже не знать Евангелия, но жить по-евангельски. Руководствуясь следующим правилом. Например, ты не знаешь, как поступить? Спроси себя, а как бы Иисус поступил на моем месте? И этот светлый образ сразу явит себе правильную манеру поведения, в отличие от ложной и высокомерной. И следующая тема из 14 главы Евангелия от Луки – мессианский пир для всех. Аллилуйя! Мессианский пир – это один из светлых библейских образов радости праведных в Царстве Божьем. Есть несколько тем в Священном Писании. Например, тема любви Бога Отца к собственному народу. Это одна тема. Другая тема любви Христа жениха к невесте Церкви. Немножко другая тема. В первом случае родительственные семейственные отношения. Во втором случае брачные отношения. А тема мессианского пира она перекликается с брачным пиром. Потому что мессианский пир – это когда произойдет встреча Церкви со Христом женихом на небесах и будет брачное веселье. Но по поводу этой темы существует несколько притч евангельских, которые как бы вводят нас в эту тайну. Все притчи, они касаются чисто бытовых вопросов, чтобы на примере простых вещей научить нас сокровенным духовным тайнам. И мы читаем 14 главу Евангелия от Луки с 12 стиха и ниже. Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния, но когда делаешь пир, зови нищих, увеченных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных. Здесь тема брачного пира, она раскрывается немножко отвлеченно по отношению к той ситуации, что лучше делать добро тем, которые нам в ответ не смогут сделать ничего доброго. На еврейском языке такой принцип называется хэсет. Хэсет это когда мы творим милосердие, не имея в виду получить что-то назад, что-то взамен. Хэсет уподобляет нас Богу. Бог сотворил мир, не имея в виду ничего прибавить к своей славе, ибо к славе Божьей ничего нельзя прибавить, ибо Он преславен и превознесен над всем Своим творением. И теперь мы посмотрим толкование. Это святитель Иоанн Златоуст он предлагает такое объяснение. Видишь ли, как хорошо благотворить с простотой и не быть слишком разборчивым относительно принимающего от нас благодеяния. Если она, то есть вдова, принявшая в дом пророка Илью, которого все ловили и искали как преступника, захотела много любопытствовать, кто он такой, то пришла бы в недоумение и не поверила бы ангелов. и Авраам, если бы захотел много любопытствовать, то не принял бы ангелов, потому что не бывает, никогда не бывает, чтобы слишком разборчивый в таких случаях принял святого. Чаще всего он попадает на обманщиков. как это происходит, я объясню. Благочестивый не хочет казаться благочестивым и не принимает на себя такого вида, хотя бы ему грозило подвергнуться из-за этого, а обманщик, у которого обман составляет ремесло, представляется весьма благочестивым, так что его трудно распознать. От этого бывает, что тот, кто делает добро людям по-видимому неблагочестивым, попадает на благочестивых, а кто ищет почитаемых благочестивыми, часто попадает на неблагочестивых. Действительно, в этом мире, во-первых, перед нами не стоит задача разбираться, кто благочестивый, кто неблагочестивый. Напротив, Писание призывает нас делать добро всем. Своя градация, конечно, существует. Делайте добро всем, наипаче своим повериям. своим повериям. То есть, надо свою семью поддерживать прежде всего, семью приходскую. Но и личную семью в первую очередь сказано, кто своих, особенно домашних, не печется, тот хуже неверного отрекся от веры. И, выстраивая правильную иерархию, мы благотворим разумным образом. Итак, Златоуст научает нас не быть разборчивыми слишком в благодеянии, кому помогать, своему, чужому. Напротив, в миссионерских целях всегда лучше помочь чужому, чтобы наша проповедь, она сопровождалась бы и тем добром, который мы несем по отношению к людям. А случай с пророком Ильи действительно очень показательный случай. Его ловил весь еврейский народ как злобного колдуна, который заключил небо на три года и дождь не шел, и все мучились и страдали, как изменника собственного народа. Поэтому, если до нас доносится какая-то информация о каких-то людях, которым слишком плохо относятся, мы должны немножко, но подозревать их благочестие. Почему? Потому что в Писании сказано, желающие жить благочестиво будут гонимы. я помню, когда я на Ордынке служил, тогда весь мир ловил Бена Ладена. Помните, такой был Бен Ладен? И одна бабушка ко мне подходит и говорит, вот Бена Ладена-то ловят все уже, и дождичка чего-то нету давно. может быть, это пророк Илья сошел уже с неба, а Энти объявили его террористом, имя какое-то странное ему дали и ловят его. Может такое быть? Я говорю этой женщине, все может быть, дорогая сестра, потому что разобраться кто есть кто нам бывает очень сложно, но в любом случае мы благотворим не исходя из того, что этот человек нам приятен, а этот неприятен мы не благотворим. Принцип другой. Этот нуждается, мы ему поможем. Этот не очень нуждается, может и подождать. И следующая тема что-то не так со званными и достойными. Действительно, что-то не так с этими званными, достойными, с этим религиозным и политическим эстаблишментом. потому что, когда Евангелие читаешь, это видишь в разных частях книг Нового Завета. Читаем с 15-го стиха. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. и начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Вот первая притча была о том, что помогать надо всем, и в первую очередь тем, которые хромые, убогие и так далее. А вот тут речь о другом пире, где все званные, достойные люди их собрали на пир. Но что-то с этими званными и достойными не так. Итак, первая группа отказалась, первый из приглашенных сказал, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Святитель Григорий Двоеслов Папа Римский пишет, Бог предлагает то, о чем должно было просить его, без прошения, хочет даровать то, чего едва можно было надеяться, и, несмотря на то, презирают того, кто щедро дарует. Он возвещает о готовых наслаждениях вечного упокоения, и однако же все вместе отказываются, что означается селом, землею, если неземное существование и привязанность к нему. Итак, вышел для осмотра села тот, кто мыслит только о внешнем, но не о духовном по существу. Очень интересный ход мысли у Григория Двоеслова, Папы Римского. Бог предлагает нам вечность, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, и, казалось бы, ради этого мы должны отказаться от всего, но как многие отвлекаются и непонятно на что. Следующий случай, другой сказал, я купил пять пар валов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Григорий Твоеслов, Папа Римский поясняет, что такое пять пар валов. Что мы принимаем за пять пар валов, если не пять чувств телесных? И они верно названы парами, потому что их по два у обоего пола. у нас два глаза, два уха, две ноздри, две руки для слышания, видения, осязания, обаяния. Действительно, получается пять пар валов. они называются телесными чувствами именно потому, что не могут понимать внутреннего. Нельзя же плоскими очами рассмотреть внутреннее состояние человека. Но можно увидеть этот курносый, а этот рыжий. Но и не дальше этого. Но познают только внешнее и оставляя внутреннее, касаются только внешнего. Через них верно обозначается любопытство. То есть остаются вопросы, а ответов никаких и нет. Григорий, святитель, продолжает. Это любопытство, желая разузнать чужую жизнь, никогда не зная своей внутренней, желает мыслить о внешних. О внешнем. То есть некоторых людей отвлекает от Царствия Божия то, что они слыхали о ком-то, то, что они увидели что-то, то, что они принюхались к чему-то. Вот сейчас время поста начнется, да? И мы будем принюхиваться, а не вкушают ли наши соседи что-то скоромное, мы будем присматриваться друг к другу, а вы как-то не по-постному выглядите, уже слишком разовощокая. Пост – это не время для такого копания друг в друге. это время покаяния для копания в самом себе. Поэтому сказано, тот, кто постится, не осуждает того, кто не постится, и тот, кто не постится, не осуждает того, кто постится. Ибо кто постится, для Господа постится, и кто не постится, для Господа не постится. Третий сказал, я женился и потому не могу. Григорий Двоеслов пишет, что означается женою, если не плотское удовольствие. Ибо хотя брак честен и установлен божественным провидением для умножения потомства, однако же некоторые домогаются через него не умножение детей, а только удовлетворение пожеланиям плоти. А потому делом праведным может быть прилично, а значимое дело – неправедным. То есть брак сам по себе праведный, но если он ради сладострастия только превращается во что-то неправедное. Итак, верный домовладыка приглашает вас на вечерю вечного пира, но поскольку один предан любостяжанию, другой – любопытству, третий – усложнению плоти, то именно нечестивые вкупе все отрицаются. Когда одного занимает земное попечение, другому не даёт покоя размышления о чужих делах, третий – оскверняет душу усложнением плоти, то каждый, имея отвращение, не спешит на пиршество вечной жизни. Конец цитаты. И далее говорится, И, возвратившись, раб тот донёс о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему – Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увеченных, хромых и слепых. И сказал раб – Господин, исполнено, как предсказал ты, и ещё есть место. Когда я читаю эти слова «и ещё есть место», я так внутренне воздыхаю, может быть, и для меня толстенького там найдётся местечко маленькое. Я вспоминаю свою бабушку, покойную Журавлёву Матрёну Фёдоровну, которая говорила, хотя бы с краешку где-нибудь оказаться бы в Царстве Божьем. И ещё есть место, а Христос говорит – в доме Отца Моего обители много. И если бы было бы не так, я пойду к Отцу, умолю Отца. Действительно, милосердие Божие не знает границ. Господин сказал рабу – пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Дом по-еврейски – бэйт. Это прежде всего дом учения. Дом бэйт – это храм. Дом бэйт в Апокалипсисе – это Новый Иерусалим. Скиния для обитания человеков с Богом. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Здесь есть параллельная тема. Званые – это прежде всего еврейский народ. Они же избранные. Они же семья Авраама, Исаака, Иакова. Они дети пророков. Они возлюбленнейшее насаждение Господне. Для них готовился мессианский пир. Для них готовилось увеселение радости вечной жизни. Но когда пришёл Христос Мессия, Спаситель мира, пришёл не к нам, язычникам, а к ним, Он сказал, плохо взять хлеб у детей и бросить псам, гоям. Когда женщина-хананьянка попросила помочь, у ней дочка болела. И эта хананьянка заплакала и сказала, да, Господи, но и псы едят крохи, падающие со стол их Господь. И произошло то, что произошло. Еврейский народ потерял своё призвание, достоинство, возгордившись, они не приняли Христа. Храм ради храма, суббота ради субботы, жертва ради жертвы, форма вытеснила содержание. Действие Духа Святаго подверглась умолению Дух Святой Кадеш Руах, о котором сказано, что он дышит, где хочет. И его действие, действие призывающей благодати, обращено к каждому народу, каждому племени, каждому языку. Но сначала к этим избранным. А так как они слишком были заняты собою, было сказано, идите собирайте этих хромых, кривых, убогих, и мы и есть эти хромые, кривые, убогие, как и апостол Павел пишет. А кто вы призванные? Мало из вас что-либо значущее, но Бог избрал ничего не значущее, чтобы посрамить значущее. И далее мы читаем следующая тема, от чего мы можем отказаться ради Христа? Вот от чего можно отказаться ради Христа? Религия все-таки требует жертву от каждого человека, но нам хотя бы понять, а вот от чего мы можем отказаться от Христа? И мы читаем, с ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том, и самой жизни своей тот не может быть моим учеником. Какие страшные слова! Если бы было сказано, вот, воскресенье, сходи в церковь, помолись. А почему так? Златоуст объясняет, если же Павел многое заповедует о родителях и велит во всем им повиноваться, не дивись, он велит повиноваться им только в том, что не противно благочестию. Святое дело воздавать им всякое иное почтение, когда же они родные потребуют боли надлежащего, не должны им повиноваться. Поэтому и у евангелиста Луки говорится, аж и кто грядет ко мне и не возненавидит отца своего и матери, жену, и чад, и братью, если же и душу свою не может мой быть ученик. Повелевает не просто возненавидеть, потому что это совершенно противозаконно, но если кто из них родных захочет, чтобы ты любил его, человека, более, нежели меня, Бога, в таком случае возненавидь за это, такая любовь и любимого, и любящего губит. Имеется в виду не то, что мы не должны уважать наших родителей, должны и не только верующих, но и неверующих родителей, дедушек, бабушек. Эти слова не означают, что мы как-то иначе должны относиться к нашим детям, мы должны любить их, ибо мы уже вспоминали сегодня слова апостола Павла, кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры, но имеется в виду, что если кто-то ставит себя на положение Бога и требует себе божеских почестей, его надо поставить на место. И есть такой эгоизм, я об этом уже как-то рассказывал, эгоизм больного человека. Я помню, что когда я был ребенком, я очень любил эгоизм заболевшего школьника. У меня мерили лоб и говорили, температура в школу не пойдешь. Я торжественно ложился на чистую простынь. Меня накрывали чистым одеялом, чистая взбитая подушка. Все бегали вокруг меня, прыгали, спрашивали, может быть, что-то купить тебе. Однажды пришел мой дядя, посмотрел, как я наслаждаюсь эгоизмом заболевшего школьника и говорит, а давайте потрогаем, может, у него температура уже прошла, потрогал, ну-ка, олег, поднимись, я чуть приподнялся, ну-ка, присядь-ка, я присял на кровати, он мне пинка по мягкому месту, иди, бабки, помогай в огороде, тоже болящий, инвалид нашелся. Поэтому эти запреты, эти призывы любить Бога выше всего и проявить ненависть к лицемерию наших родных и близких, это здравый смысл, чтобы мы все соизмеряли. Любой эгоизм и заболевшего школьника, и вечно болящей бабушки, вечно болящей тетушки, это очень опасно, очень опасно. Поэтому здесь нету призыва к грубости, тем более к суицидальности от себя откажись. Мы заботимся о себе. Мы обязаны заботиться о себе. А следующие слова «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Давайте посмотрим, какое истолкование нам предлагает блаженный Феофилакт. Сначала Златоуст. «Поскольку исходящих за Иисусом многие следовали не совсем усердием и самоотвержением, но имели очень холодное расположение, то он, научая, каков должен быть ученик его, высказывает свои мысли о сём, как бы изображает и живописует его, утверждая, что он должен ненавидеть не только близких ему совне, но и душу свою». То есть ненавидь эгоизм в себе и в другом и живи в согласии с Богом и с ближним. А блаженный Феофилакт пишет «Смотри же в простоте своей и неопытности не соблазнись всем изречением, ибо человеколюбец не бесчеловечию учит, не самоубийство внушает, но хочет, чтобы искренне его ученик ненавидел своих родных только тогда, когда они препятствуют ему в деле богопочитания и когда он при отношениях к ним находит затруднения в совершении добра. Напротив, когда они не препятствуют всему, он учит даже почитать их до последнего издыхания. Господь учит. И как учит самым лучшим учением, то есть собственными делами, ибо он, Христос, повиновался Иосифу. Об этом сказано в Евангелии от Луки, 2 глава, 51 стих. Сын Божий повиновался плотнику Иосифу, названному отцу, несмотря на то, что сей не был отцом его в собственном смысле, но мнимым. И о матери своей он, Христос, всегда имел большое попечение. Так что, и вися на кресте, он не забыл ее, но поручил возлюбленному ученику своему. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 19 глава, 26-27 стих. Как же он, Христос, одному уча на деле иное будет внушать на словах? Нет, как я сказал, он заповедует нам ненавидеть родителей тогда, когда они угрожают опасностью богопочтению, ибо когда они уже не родители, не родные, когда противодействуют нам в столь полезном деле, утвержденное нами видно и из того, что заповедуется ненавидеть душу свою, ибо этой заповедью без сомнения повелевается не убивать себя, но оставлять душевные пожелания, отлучающие нас от Бога и не заботиться о душе жизни, если предстоять будет мучение, лишь бы предлежало вечное приобретение. А что Господь всему научает, а не самоубийству, это сам он показывает. Во-первых, тем, когда дьявол, помните, искушая его, предлагал ему броситься вниз с кровли церковной, он, Христос, отверг искушение. Евангелие от Матфея, 4 глава, 5-7 стих. И во-вторых, тем, что он, Христос, не предавал себя иудеям каждый раз, но удалялся иногда, проходя посреди их, укрывался от убийц. Об этом говорится в Евангелии от Луки, 4-я глава, 30-й стих. Помните, когда взяли камни, повели его на гору, побить камнями, он прошел среди них и никто не смог остановить. И нас самих Христос учат, не принимают в одном доме идти в другой. И следующая тема называется «А хватит ли у нас сил?» Действительно, а хватит ли у нас сил? Об этом мы читаем, «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и невозможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». То есть в начале всякого дела мы должны соизмерять свои силы. Когда шла война в Афганистане, в активной фазе, то группа корейских христиан, по-моему, харизматики, решили отправиться по пророчеству прямо в Афганистан целой группой мужчин, женщин, и дети проповедовать этим тамошним талибамам. Попали в плен, измучились, несколько человек погибло, женщин изнасиловали, все мировое сообщество хлопотало за этих сектантов, чтобы их отпустили талибы. Еле отпустили. А когда они туда ехали, они говорили, «Дух святой нам откроет дорогу!» А в результате они не соизмеряли свои силы. Есть сила человека, а есть замыслы Божьи. Поэтому не надо покушаться на очень многое, большое. Зачем отправляться спасать каких-то китайцев, корейцев, если все твои соседи неверующие, неправославные, а члены твоей семьи какие-то язычники. Поэтому начинать надо с малого. А дело исправления мира, как я уже сегодня сказал, прямо начинается с самого себя. И далее следующий подобный пример или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостоять идущему на него с двадцатью тысячами, иначе пока тот еще далеко, он пошел к нему, пошлет к нему посольство, попросит о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Да, это важно отрешиться от всего, от многого. А как ты будешь жить? А не впадешь ли ты в уныние, раздав все? Не потеряешь ли ты веру, уйдя на послушание тяжелое, например, в монастырь? Я знал такие случаи, люди уходили в монастырь, отдавали все, теряли и веру, и самих себя, а потом бомжевали у трех вокзалов в Москве. Человек не должен быть самоуверенным в религиозных вопросах. И чтобы нам избежать любого такого самоуверия, лучше действовать по послушанию. И вне послушания ничего не предпринимать. И последняя тема сегодняшнего чтения – когда христианин перестает быть христианином. Соль добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправишь ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее, кто имеет уши слышит, да слышит. Соль это мы, христиане, вы, есть соль земли, сказал Христос. Великое назначение соли осолять этот мир, предохраняя его от гниения и от разложения. Но если сама соль потеряет силу, если она сама превращается в некий разлагающийся навоз, во-первых, это уже не соль, это уже не соль, это что-то другое, как в книге Откровения сказано, ты имеешь имя, как бы жив, называя себя христианином, но ты мертв, ты не соответствуешь духу Христа. Кто-то спросит, а кто соответствует духу Христа? Никто. Но по благодати во Христе и со Христом мы кто-то и что-то, и мы никто и ничто вне Христа. Действием благодати, силой таинств церкви, общением со Словом Божьим в истолковании святых отцов мы начинаем видеть новые горизонты жизни и открывать для себя подлинный смысл жизни относительно самого себя. Как я вам часто объясняю, великое счастье человеческой жизни распознать намерение Божие относительно самого себя. Тяжело быть солью в этом мире. Соль въедливая вещь, особенно когда ее слишком много, да еще в одном месте, но обойтись без нее невозможно. Мы соль мира. Если мы не будем напоминать о проблемах нравственных моральных себе самим, нашим братьям, сестрам по вере, чужим, нам будут говорить, не надо это делать, не сыпьте соль на рану, но иногда и это надо делать. Потому что если кто согрешает, а мы промолчим, то нам придется отвечать за этого человека в день суда. А если кто согрешает, и мы скажем ему, это неприятное действие сыпать соль на рану, а он не послушается нас, мы уже не отвечаем за него. Кровь такого человека на нем, а если он послушается нас, мы приобретем брата, который тоже станет продолжать это служение, осоление этого мира, чтобы сохранить этот мир человеческий, уберечь хотя бы в небольшом стадии до того дня, когда Христос явится за Церковью Своей. И хотя нас очень мало Христос говорит, не бойся малое стадо, Отец благоволит дать тебе небо. Итак, сегодня мы с вами разобрали 14-ю главу Евангелия от Луки, и если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем изучать 15-ю главу этого Евангелия. Спасибо всех, Христос! Поехали! Продолжение следует... Продолжение следует...